Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут о хороших новостях и не очень. Троекратная учиться! Около 300 тысяч школьников края сели за парты. Ожоги 90% тела. Мужчину, который пострадал при взрыве газа в Бийске, перевезли в больницу Барнаула. Страшно красиво! Как в Барнауле прошли соревнования по мотоциклетному спорту. 275 тысяч школьников края сегодня отмечают День знаний. В Министерстве образования сообщают, что это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Ведомстве заверили, что почти все образовательные учреждения региона готовы к началу учебного года. Из-за того, что 1 сентября выпало на воскресенье, торжественные линейки решили перенести на понедельник. Во всех школах региона уже прозвучали напутствующие слова от учителей. Свой первый звонок услышали почти 30 тысяч первоклассников края. И если у школьников сегодня еще не начались уроки, то в вузах и колледжах с самого утра уже идут пары. Кстати, с первого дня осени изменились правила призыва в армию. Теперь призывники, у которых есть право на отсрочку, могут добровольно от нее отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата. Это касается в первую очередь студентов очного отделения и мужчин, имеющих ученую степень. Кроме этого, повышается штраф за неявку военкомат при получении повестки. Ранее сумма составляла 500 рублей. Теперь призывнику придется заплатить 3 тысячи. Пострадавшие во время взрыва бытового газа в Бийской многоэтажке находятся в крайне тяжелом состоянии. У мужчины ожоги 90% тела. Он госпитализирован в Барнаульскую горбольницу номер 3. Напомним, 31 августа в четвертом часу ночи в многоквартирном доме Бийска взорвался бытовой газ. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Как нам сообщили в Краевом Минздраве, всего в результате происшествия в больницу госпитализировали двух человек – женщину и мужчину. Подробнее о ЧП и о том, в каком состоянии пострадавший, расскажем в вечернем выпуске. Переходим к другой теме. Крупные трамплины, опасные прыжки. В Барнауле прошли всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту. На гоночный трек съехалось более 100 мотогонщиков со всей страны от 5 до 80 лет. Подробнее об экстремальных заездах расскажет Валентина Аскирова. Смотрим. После мощного старта поднялась страшная пыль. Но зрители все равно не могли оторвать глаз от напряженной борьбы мотогонщиков. Спортсмены не просто гоняли по прямой, но и преодолевали крутые трамплины и совершали опаснейшие прыжки. Шлем на землю не класть и не возвращаться назад. Вот два главных суеверия мотогонщика Егора Ифанова. 34-летний уроженец Трубцовска гоняет на мотоцикле с 9 лет. В его копилке десятки побед и звание мастер спорта. Признается, мотоциклетный спорт очень опасен. Своих дочек туда точно не отдаст. Но сам без мотоциклов не может. Несмотря на то, что были и падения, и травмы, Говорит, здесь главное – спокойствие и хладнокровие. Они, кстати, сегодня ему вновь помогли. На финиш пришел первым. Эмоции на высоте. Пульновато, конечно, маленько. А так, в принципе, все хорошо. Трасса сильно не выбилась. Ехать можно. Гоняли не только профессионалы, но и начинающие спортсмены. Дети от 5 лет. 13-летнего мотогонщика Дмитрия соперника погнал в напряженной борьбе. В результате – второе место. Рассчитывала на первое, да. Было тяжело, трудно, пыльно. Не получилось. Я видел, что ты такие трюки делала. Ну, вы все делали. Это долго вы этого учите? Да нет, просто надо не бояться. И опыт должен быть. Кстати, Дмитрий попробовал научить и меня обращаться с мотоциклом. Но даже с подростковым байком я была на «вы». Поднимайте вверх и резко двигать. О! О, у меня получилось! А дальше? Газовать надо было. Теперь соревнования такого масштаба пройдут уже в следующем году, рассказывают организаторы. Кстати, если вы загорелись этим видом спорта, то ограничений по возрасту тут практически нет. Можно обратиться в Федерацию мотоциклетного спорта и начать покорять скоростной трек. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком. Но днем позже на Ленинском проспекте была замечена веселая компания, которая устроила гонки на кресле. Кресло было прикреплено к машине. Судя по кадрам, происходило все на пересечении Ленина-Чкалова. Видео набрало более 28 тысяч просмотров. Кстати, пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на проделки экстремалов. Кто-то их осуждает, кто-то не видит ничего криминального в гонке на креслах. Ведь в правилах движения не написано, что передвигаться на кресле по дороге запрещено. Размеры Спасского собора, строительство которого началось в Барнауле в районе парка «Солнечный ветер», будет меньше, чем изначально задумывали проектировщики. Авторы решились на это после того, как провели анализ критики со стороны Городостроительного совета. К тому же изначально храм планировали сделать новым кафедральным, но оказалось, что выделяемой площади недостаточно. Главный храм региона, пояснили нам в Барнаульской епархии, требует большего пространства. Новый храм, заверили нас в епархии, будет не только меньше размером, но и потребует минимальной вырубки деревьев. Более того, церковь обещает преобразить саму парковую зону. После завершения столицы собора парк преобразится, и там будут не только клены, то, что сейчас, да, такие стихи наросшие, но и благородные породы деревьев. По словам представителей епархии, ориентировочные сроки постройки здания храма – 2,5 или 3 года. Подробнее о том, каким будет первый храм Барнаульского потока, а также какие вопросы вызывает его строительство у горожан, смотрите в одном из ближайших выпусков. Увидеть героев знаменитых мультфильмов, пообщаться с Микки Маусом, да и просто оказаться в настоящей сказке сможет в ближайшее время барнаульская семья. Купив квартиру в одном из жилых комплексов инвестиционно-строительной компании «Союз», они приняли участие в розыгрыше билетов в парижский Диснейленд и стали победителями. Мы вас поздравляем и желаем невероятного путешествия. Спасибо. Взрослые приятно удивлены, дети в восторге и в предвкушении волшебного путешествия. Купив квартиру от компании «Союз», Ольга Отхман стала участником розыгрыша путешествия в парижский Диснейленд для всей семьи. И вот победа! Специальная программа выбрала номер ее купона более чем из 600 других заявок. Это стало приятной неожиданностью. Мы очень счастливы, что мы выиграли это путешествие. Я думаю, дети будут очень счастливы. Поэтому никто из знакомых в Диснейленде не был. Так что мы будем первые. Группа компании «Союз» оплатила победителям перелеты проживания в Париже и, конечно, посещение самого крупного парка развлечений в Европе. Тем, кто на этот раз не победил, предлагают не отчаиваться. ИСК «Союз» – один из самых популярных застройщиков на рынке жилья Барнаула. Новые жилые комплексы, новые квартиры дарят барнаульцам не только уют и комфортную городскую среду, но и новые шансы на исполнение мечты. Как правильно вести себя на дороге, чтобы не стать участником ДТП, рассказали барнаульским детям. В одном из дворов состоялась игровая познавательная программа. Есть точно такой же знак, только на нем человечек идет вверх. Видели такой знак? Мероприятие стало продолжением акции «Осторожно, дети», которую уже не в первый раз совместно с жильцами проводит управляющая компания «Взлетная». Ее работа построена по принципу безопасного и комфортного проживания. Вторым организатором праздника стала компания «Импорт лифт сервис». Это профессиональная и сертифицированная лифтовая компания из Барнаула. В финале праздника организаторы подарили детям подарки для школы, которые, впрочем, пригодятся и дошкольникам, а сладкие напитки предоставил партнер праздника БПЗ. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!